Салам алейкум, вы смотрите канал Хван 4 Семерки. Сегодня мы вас хотим познакомить с необычным человеком. Это старший сержант, чемпион по шахматам, человек, который увлекался каратэ. Конечно же, вы все подумали, что это настоящий батыр, настоящий джекит, но это представитель прекрасной слабой половины человечества. Да, это девушка, которая является достойным примером для подражания не только для наших девушек, но и для многих джекитов, которые сомневаются в себе и в своих силах. Меня зовут Иркинас, я родилась в Карагандинской области. Позже, когда Астана провозгласилась в столице, мои родители переехали в столицу, чтобы я и мой маленький братишка получили столичное образование. Мы учились в самой лучшей школе города Астаны, это гимназия 22-я. Родители очень много сделали для нас, потому что было тогда сложное время. Я помню, что мои родители не успевали, но всегда находили время для нас с братишкой. Мы также очень много времени проводили, посещая шахматные секции, танцевальные секции, карате. То есть мы могли, они позволяли нам делать то, что мы хотели делать. Дальше я пошла учиться в Акмольский финансово-экономический колледж при Министерстве финансов Республике Казахстан. Там мы проводили очень большие соревнования по шахматам. Я всегда была чемпионкой. Дальше я стала редактором газеты. Позже меня пригласили работать в Министерстве по чрезвычайной ситуации. Мои родители проработали в органах чрезвычайной ситуации. По их стопам я пошла. Я считаю, что это одна из самых благородных специальностей, потому что не каждый человек может пойти бороться со стихией. Начала заниматься шахматами с начальных классов. Мы всем двором ходили на шахматы, мой братишка и все наши друзья. Позже, выступая на турнирах и мероприятиях, я занимала первые и вторые места. Я начала увлекаться танцами, потому что мне нравилось, что это все красиво, что это все женственно. Во время начальной школы я еще попробовала увлекаться каратэ. Было очень весело и впоследствии это помогло, закалило мой дух, я думаю. Потому что, когда ты умеешь постоять за себя, ты всегда будешь отставить свои интересы. Шахматы помогают развивать логику. Я участвовала на олимпиадах по математике, по русскому языку. И я думаю, что все это было благодаря тому, что мои родители очень много вложили именно в меня, потому что они не успевали по работе, но они приходили, забирали меня с кружков и обратно на другие кружки. Службу в органах я начала с 2008 года. Моя начальница была одна из самых сильных женщин, наверное, которых я знаю, это Ватога Снегербаевна. Она меня научила не только бухгалтерии, но и основным жизненным принципам. Далее, после трех лет работы в бухгалтерии, меня пригласили быть помощником вице-министра Смаилова. Этот человек также сделал огромный вклад в мое воспитание, так как он меня научил не только самодисциплине и, возможно, смелости, выражение своих эмоций, своих мыслей, но и привил мне, можно сказать, именно любовь к тому, что ты делаешь. Потому что мы также работали очень усиленно, потому что это такое время было, когда слишком много ЧАЭС происходили на территории Республики Казахстан. Вообще все ЧАЭС, 90% ЧАЭС во всем мире происходит именно в Азии, но при этом сложно оценивать безопасность. То есть даже если органы службы спасения работают достаточно хорошо, обычному гражданину тяжело понять, насколько важно это быть в безопасности и насколько сложно именно реагировать, насколько сложно быстро передать информацию. Поэтому это один из самых лучших этапов моей жизни. Как вы видите, старший сержант Елькинас очень целеустремленный человек, настоящий патриот, который делает все ради своей родины и безопасности народов Казахстана. Также Елькинас, наш защитник, постоянно занимается самообразованием и идет в ногу со временем. Она мечтает сделать больше для Казахстана. Наш Елькинас не из тех, кто боится покинуть свою зону комфорта. Я очень долго мечтала обучаться за рубежом и именно в Англии. Потому что обучение в Англии – это всемирно признанная система образования, где тебе дают не только теоретические знания, но эти знания ты можешь практически использовать. Или же та же самая свобода. То есть все модули в Англии мы выбираем сами. У нас есть только один обязательный. Остальные все модули мы можем выбирать с любых специальностей и с любых направлений. В данном случае я обучаюсь международной безопасности. И все модули я выбрала то, что касается органов ЧС, а также органов безопасности Республики Казахстан. Потому что сейчас я сотрудник Министерства внутренних дел, так как МЧС был передан в МВД. Поэтому мне стала эта интересная сфера. Почему я поступила по Булашаху? Первое – Булашах – это гарантированное образование. То есть, если, например, взять другие стипендии – Фулбрайт или Чивнинг, то они не полностью покрыты. Тогда как Булашах покрыт стопроцентно. Далее, выпускники Булашака – это огромное сообщество, огромное комьюнити, которое дает возможность не только личностному росту, но и также передачи информации. Это то, что нет нигде ни в какой стране. Поэтому я решила поступить именно по Булашаху и именно в Великобританию. Талантливый человек талантлив во всем. Старший сержант, каратистка и шахматистка сегодня учится в лучшем вузе Европы. Как говорится, трудно обучение легко в бою. Но для Еркинас учеба – это не трудность. Она всегда готова пройти все препятствия и стать лучшим. Далее Еркинас расскажет о Туманном Альбионе. Мне очень нравится Лондон, потому что каждое здание здесь дышит историей. В конце концов, это первый город-миллионник. И здесь живут столько национальностей, ты можешь услышать столько языков и увидеть столько лиц. Каждый из них уникален по-своему. И мы, как представители Казахстана, пытаемся достойно представлять нашу республику за ее пределами. Мне очень также нравится, что люди очень вежливые. Они всегда извиняются, здороваются, улыбаются. Однако, я считаю, что иногда не хватает честности в этом, возможно. Или же иногда я скучаю по нашей еде. Потому что все равно в Казахстане все еще натуральное, все еще чистое очень. И люди, даже если они улыбаются, они улыбаются от всей души. Мы выросли вместе со своей страной. И поэтому, может быть, мы немножко другие, чем наши родители. Но мы хотим сделать наш Казахстан намного лучше и намного удобнее для жителей. То есть, чтобы жители, так же, как и в огромных мегаполисах Лондон, Лос-Анджелес, наши жители Астаны, Алматы и других городов могли чувствовать себя очень комфортно. И при этом могли реализовать свои способности и силы. Еркинас молодая девушка, но она уже смогла сделать свой вклад в развитие своей отчизны. Именно такое поколение сделает нашу страну сильной и процветающей. Здесь, в Англии, она всегда встречается с друзьями и подругами и обсуждает не только учебу и насущные дела, но и будущее Казахстана. В каждой стране бывают сложные моменты, переломные моменты. Казахстан и казахи – это история очень больших испытаний. Казахи пережили очень много испытаний и они всегда поднимались. Мы, патриоты Республики Казахстан, патриоты Казахстана, должны перейти это, помочь стране встать на ноги и сделать это все вместе. Только вместе мы сила. Потому что каждая страна, каждый город переживал очень много потрясений в свое время. Но они оставались вместе, они боролись против этих, скажем, стихий или же кризиса. Почему Америка является такой страной, где очень много патриотов? Потому что есть идеология. Мы тоже должны понимать свою идеологию. Идеологию независимого Казахстана. Если раньше, в 90-е годы, мы только заботились о политической стабильности, об экономической стабильности, то сейчас, в это время, мы должны подумать о нашей идеологии и о нашем патриотизме. Потому что нам выпала очень непростая доля. Мы должны это сделать сейчас или нам просто не получится сделать это никогда. Еркинас гордится своей страной и всегда активно выступает на разных совместных мероприятиях, чтобы познакомить британцев с культурой тюрков, то есть цивилизацией кочевников. С помощью Казальянса, сообщества казахских студентов, у Еркинас всегда есть возможность встретиться со своими земляками. Казахи, казахстанцы в Великобритании очень дружно живут, друг друга поддерживают во всем. Так как здесь период магистратуры всего лишь один год, мы сталкиваемся с очень большими сложностями в плане языкового барьера или же в том, что очень плотная программа. И Казальянс в этом плане очень хорошо помогает, пропагандируя наши культуры и собирая казахстанцев. Мы показали фильмы «Аманат», «Хунанбай» и планируем показать «Дештахапшах» на трех языках. Каждый праздник для нас – это небольшое собрание казахов-казахстанцев за рубежом. То есть мы не сидим дома на День независимости, а собираемся все вместе, празднуем и показываем, что вместе мы сила. Недавно в ноябре приезжал президент нашей страны Нарсултан Абишевич Назарбаев и встречался с самой королевой. Они заключили ряд договоров и казахи, казахстанцы поддержали. Мы встретились в рамках официальной визита президента, мы встретились с господином Шукиевым. Вот такая история простой и хрупкой девушки по имени Еркинас, которая своей небывалой любовью к родине стала в один ряд с настоящими батырами казахского народа. Старший сержант МЧС, а теперь и МВД является достойным примером для подражания для многих казахстанцев. И можно смело сказать, что Еркинас – это символ патриотизма современного поколения Республики Казахстан. Сюжет наяғында ен басысы, ен үлкен алғысынды айтайын дегенім, ол менің ата-анамы. Олар маған тәрбие беріп, білім беріп, әлпеште пөстіріп берген үшін алғысымыз шексіз. Екіншіден, әринеде, болашақ бағдарламасына рахмет айтқым келеді. Еткені біз шет елде жүріп, өзімізді көрсетей аламыз, басқа елдерге тамта аламыз. Және де, Қазақстанның мәдениетін тілін насихатау біз үшін үлкен мәртебе. Біздің ел басымыз айтқандай, Қазақстан республикасының әр азаматы бұл елдің мақтаншы және де жарнамасы. Ле, Мұл әріңізді тылардың кака алил сҰдарламасын. Бұл елді ісім үшін үлкен мәртебе. Розуқ스у жау кіз үшін қил жер能іме.